всем привет в прошлом видео я показывала как собрать вот такие цветочки как их сшить и собрала топ верхнюю часть в этом видео покажу как простегать и сшить кашпо я собрала сэндвич на бэк я взяла такую ткань мне кажется она хорошо подходит тюльпанчики зеленые листики и горошек поэтому чехла внутреннего не будет и будет сразу стежка какой-то художественной стежки я здесь не предполагаю потому что у нас на главном фоне петчворк нам нужно показать эти цветочки и художественная стежка здесь вообще ни к чему я решила зеленую траву растягать в клеточку геометрическим таким узором ну а здесь уже по ходу стежки вы увидите идем к машине и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь мне нужно все обрезать Теперь нам нужно соединить... Ну вот, я сшила... Вот, я соединила на ширину лапки 0,7 см Вот перед тем, как сшивать, я скалывала иголочками И скалывала иголочками так... Сейчас я выверну... Встыковала вот эти швы, чтобы они все сошлись... Ну вот, съехала чуть-чуть... Ну я думаю, незначительно, ничего страшного... Возможно, даже никто не увидит... Ну вот, как-то так получилось... Теперь назад вернемся сюда... Вот... И этот шов... Мне надо будет его закрыть... Чтобы его закрыть... Я сейчас... Вот этот вот... Синтепон, который вот здесь вот наполнитель... Я его весь высеку... Для этого надо подраспороть стежку... С этой стороны... С этой стороны строчки... Вот так вот... Вот так вот, чтобы шов раскрыть... Вот так вот... Мы его полностью раскроем с этой стороны... И с этой стороны... Тоже... Раскроем для того, чтобы... Высить... Синтепон... Вот так вот... Вот... Вот я чуть-чуть покажу... Потом пойду... Распаживать и высекать... Вот... Распариваем... Разъединяем... И вот эту часть... Типа... Выстригаем... Вот... Здесь надо быть очень аккуратным... Чтобы не прорезать ткани... Вот... Смотрите... До ниточки от стежки... Тоже... Пряжем... Вот тут практически ничего нет... И теперь с этой стороны... Аккуратно... Чтобы ткань не прорезать... Вот... Вот... Практически ничего нет... И тогда вот этот шовчик... Получается такой... Токненький... Тоненький... Мы его сможем... Так... Изогнуть... И... И... Здесь мы его... И закроем... И... Пришвем еще... Семочку... И вот так будем закрывать... Ну вот... Я... Высекла... Убрала... Вот этот... Синтепон... И решила... Разутюжить... Разутюжить... Это вот... Ниточка тут... И... Шовчик получился такой... Я хочу немножечко еще... Подрезать его... Какую-то нижнюю часть... Подровнять... Ну и... Побрать можем лишнюю... Теперь... Выкроила вот такую ленточку... Три сантиметра... И вот так закроем... Наш шовчик... Положить его надо... Прямо посередине... Вот... В центр... И прямо в шовчик... Сюда посередине... Теперь... Вот так... Подгибать... Буду... Сюда... Вот... И потайным швом... Вручную... Пришью... С этой стороны... И вот с этой стороны... Вот так... Подгибаем... Только... Ровненько... Ну вот... Я пришила... По тайным швом... Вот эти лишние... Мы их просто срежем... Хвостики... Их не... Нет смысла прятать... Там закрывать... Подгибать... Потому что у нас здесь будет... Тиканчики... Ну вот так... Так... Что мы делаем теперь? Сшили... Я вывернула... Теперь нам нужно... Сделать дно... Когда обычно шьют... Корзины круглые... Или кашпо... Я тоже такое делала... Мы сначала делаем... Дно... То есть окружность... Дно... А потом... Меряем длину окружности... И согласно длине окружности... Мы уже... Делаем вот эту часть... Боковую... Но в данном случае... Мы с вами сделали... Сначала вот эту... Часть... Сшили тюльпанчики... Как нам захотелось... А теперь нам нужно... Сделать дно... Для нашего кашпо... Ну и для круглых корзин... Такое... Дно... И как мы будем... Теперь... Определять... Пойдем от обратного... Сначала... Померяем... Полностью... Вот... Длину... Вот этой окружности... Начинаю... Вот от шва... Я начинаю мерить... Вот... Шва... До шва... У нас получается... Так... 51 сантиметр... Вот... Вот... Мы пришли на шов... 51 сантиметр... Вот... Мы пришли на шов... 51 сантиметр... Что теперь мы делаем... Теперь мы берем... В бумаге... Ручку... Так... Запишем... 51 сантиметр... Из школьной программы... Я надеюсь... Что все знают... У нас есть такая формула... Длина окружности... Придравняется... 2... Пи... Р... Так... Вот... 2... Это... Константа... Пи... У нас... Равно... 3,14... Р... Это тот... Радиус... Который нам... Нужен найти... А... Л... Мы с вами... Померили... Это... 51 сантиметр... Так вот... Чтобы из этой формулы... Формулы... Найти... Р... У нас... Получается... Л... Надо разделить... На 2... Будем подставлять... 51 сантиметр... Мы делим... На 2... Умножаем... На 3,14... Получается... 51 сантиметр... И здесь... 6,28... Я... Воспользуюсь... Калькулятором... Чтоб... Сильно... Не заморачиваться... Чтоб... Было... Быстрее... И... У нас... Получится... 8,12... Сантиметра... Ну... Приблизительно... Примерно... И... Мы... Сделаем... 8... И... 1... Или... Лучше... 8,2... По идее... В математике... Не округляется... Здесь меньше... Пятерочки... Поэтому... Округляется... В эту сторону... 8,1... Но... Я... Наверное... Все-таки... Сделала... 8,2... Потому... Что... Уменьшить... А... Увеличить... Увеличить... Мы... Потом... Не сможем... 8,2... То... Нам... Нужен... Наш... Радиус... Будет... 8,2... Сантиметра... Ну... Соответственно... Что... Диаметр... Окружности... У нас... Будет... 16,4... Сантиметра... Теперь... Возьмем... Будем... Теперь... Рисовать... Строить... Выкройку... Нашу... Окружность... Я взяла лист бумаги... Примерно... Разделила... Вот... Это будет... Центр... Наша... Будущая... Окружность... Теперь... Берем... Сантиметровую ленту... Почему... Сантиметровую ленту... Потому... Что... Я именно... Ей... Измеряла... Поэтому... Очень важно... Отмеряем... 8,2... Сантиметровую ленту... Именно... Сантиметровую ленту... Сегмент... Окружности... Вот... Он... Мы нарисовали... Теперь мы сделаем... Такой... Хитрый ход... Сложим... Нашу... Бимашку... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мы должны получить... Вот... Такая... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я решила простегать не на свободном ходу машины, она обычно под машину, поставила зеленую нитку для стежки внизу у меня белая, начну чуть дальше по нашей окружности. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Должно ложиться ровненько, никаких сборок, ничего не должно быть, никаких складочек. Вот я расправляю, и оно выкладывается по кругу ровно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так И вот здесь мы пришиваем ручным потайным швом Ручную Оно будет вот так сверху сверху я тоже пришила на такую же на ширину лавки также как это опять переворачиваем к себе изнаночку вот так подворачиваем загибаем вот и вот поэтому шовчику опять ориентируемся и пришиваем вручную такой панчик ну вот я зашила кашпо мне кажется получилось очень хорошо мы вы Субтитры сделал DimaTorzok